эти места винные кстати были излюбленными местами для посещения писателей со всего мира самая старая винодельня во всей швейцарии ей уже 700 лет вот здесь в мантре выращивают виноград ну точнее вот в регионе до рядом с мантре всего в швейцарии 26 кантонов да и вот этот вот регион он второй по производству вина во всей швейцарии особенность швейцарии местность гористая да получается вот вы видите там горы да и здесь ниже горы и как мы сказали что для производства винограда здесь не используется техники машинные пошли просто это невозможно делать вот по горам тут кататься на машинах и все это дело делается вручную собирается виноград а подстригается убирается все 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 вручную раньше еще давным-давным-давно кто вообще начал это все виноградное дело это монахи были которые приехали сюда и здесь вот здесь вот все вот это это было засажено деревьями эти места винные кстати были излюбленными местами для посещения писателей со всего мира ну самое близкое конечно франция здесь французов было очень много потому что ну что здесь им нравилось одновременно то что было вино а вторая часть марлезонского балета то что высоко в горах тихо и нет всей этой городской суеты тишина уединение и спокойно может пописать штука ребята это удобрение для земли это значит остается шкура виноградная шкурка виноградная до после того как выдавили все это дело вот это все собирается и потом этим всем удобряется здесь земля а вот это винодельня в которой я сейчас нахожусь самая старая винодельня во всей швейцарии ей уже 700 лет короче вот на таком на таком средстве передвижения мы отправляемся вот сейчас на таком вот паровозе ки это переделанный трактор да сейчас это паровозик мы в гору пыхча у так добрались тут еще до одной деревушке очень прикольно узкие улочки такие здесь со всех сторон он виноградники виноградники и местные сомелье такие дядечки похожие друг на друга некоторые сразу же со стаканчиком в кармане готовы всегда дегустацию провести вот по таким улочкам по таким дорожкам мы сюда поднялись вверх все из камня и вы поднимаетесь при всем при этом здесь в горах вот в этих на холмах находятся очень целовременные рестораны и винодельни и а и Друзья, и конечно же, по традиции, из моих путешествий маленький обзорчик на гостишку. Потому что пока я не уехал в Лозану, я сейчас в Лозану еду 30 минут от Монтрео. Значит, вот мой номерок такой. Стоит это все дело 140 франков. Ну, точнее, как бы от 140 франков. Да, за номер. Тут у меня и кофе есть, нормальное хоть кофе. Такая... Не подвинуть эту дверь. Не подвинуть. Здесь, значит, гардероб. Такая нормальная, нормальный стол. Значит, нормальное рабочее место. Вот эта, кстати, штука раскладывающаяся. Можно положить спящего друга какого-то, если вдруг он приехал. Ну и, как всегда, потрясающе шикарный вид. Вид на не Мадрид, а на Монтрео. Внизу есть ресторан с, получается, террасой. Выход летом просто потрясающе. Ну, хотя сейчас... Вот балконы, кстати. Вид здесь везде на озеро. Сейчас конец октября. Конец октября. Но я вот в рубашке. То есть, погода просто класс. Все. Обнял всех. Немножко приподнял. Тоже всех. И погнал дальше в Лозанну. Не забывайте подписываться. Всякие интересные ссылочки в описании к данному ролику. До скорых встреч. Дальше больше обзоров про Швейцарию и вообще про всякий там мир. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok